Девушки отдыхают И Л и Си вступают в бой В двух противостояниях Номер 7 и 8 сегодняшнего дня Будем наблюдать Уже не за группой Б Посмотрим на что у нас Способны группа А и группа Д Соответственно, потому что начнем мы с матча Матлайн с Team Liquid, Рван, верно? Да, в котором команда из Востока Выступит команда Матлайн с Какая-то забавка не звучит Но, опять же, очень важный матч с точки зрения Вообще того, к чему мы готовимся В этой группе и вообще на чемпионате мира Потому что первые дни для команд Которые не из предварительного этапа Они очень важны, потому что нужно сразу Так сказать, знаешь, поставить галочку То есть готовили команду к мете А не выпадает ли она очень сильно Не выпадают ли игроки внутри команды Поэтому очень важна игра и для тех, и для других Особенно для Матлайнс Которые все же, наверное, приехали на чемпионат мира Прямо скажем, не из группы ходить А бороться как минимум за топ-4 А как максимум за мировую корону Просто если посмотреть на оппонентов Team Liquid и Матлайнс То там GNG, LNG, коллективы Которые и тот, и другой можно обыграть Если очень захотеть Поэтому, естественно, очень противостояние Это важный вопрос Потому что поражение в таком противостоянии Хотя бы одно из двух Оно, конечно, еще не ставит крест на выходе из группы Но оно такой большой вопрос ставит Прям огромный, знаешь Вот прям не красной ручкой учителя А красным фломастером даже Да, особенно в первом В первом круге необходимо выигрывать Потому что во втором круге Кто знает, как пойдет В втором круге у тебя три игры в один день То есть, условно говоря, не с той ноги встал Не пошло Где-то тебя зачизили Затилтил к третьей карте То есть там совсем такое себе Пока ситуация менее напряженная Более спокойная Надо одерживать победу Это как раз только те североамериканского региона Нужно очки набирать Здесь команда опытная Опять же, с нее взять мало что можно Потому что все знают, как будут играть Ликвид Все знают, что это за люди Все знают, что за игроки тут в команде То есть, они в плей-офф чемпионата мира играли практически все Кроме как раз Тактикала Который дебютировал только в прошлом году А Северная Америка не выходила банально в плей-офф С 2018 года Дженсен, Анатолий, Альфари Понятно, не горешь про Коджей, да Который чемпионат мира выиграл Матлайнс у нас в новой форме Синего цвета Больше у нас никаких пока что желтых цветов Здесь у нас синий с золотом Ну немножко есть желтых Ну золотых таких, да Да, да, чуть-чуть Матлайнс выиграли как раз два титула ЛСС После второго своего Попали на прием как раз К испанскому королю И к испанскому как раз премьер-министру Которые были очень горды, так сказать Достижением мадридской организации Которая стала лучшей в Европе Вот, посмотрим Полученный мадлайнс как раз Уже в основном этапе Подсноубодить Потому что Элёй на таком этапе дебютирует Армад дебютирует Карзи и Кайзер играли только в предварительном этапе Ну и Фиманоид Хоть и играл в плей-офф чемпионата мира Еще в Сплайс Которые Организация, которую, так сказать Слили в единость мадлайнс В 2019 году Я, знаешь, я бы с удовольствием Сделал бы обзор На то, как Юникорды Углав попали бы На прием к Мишустину Например Я представляю На приеме у царя, так сказать Команды Юник Морсов Лаг Это был бы Вот, знаешь Проблема в том, что Ты говоришь, заснял бы Да Но этот контент Снять бы нам никто не дал Но что бы сказал Михаил Владимирович Интересно Я думаю, он бы сказал Гораздо больше, чем Владимир Владимирович Это было бы Это было бы забавно Но Пока Но вот столько Ургант 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 это уже неплохо, мне кажется Ну, слушай, да Есть мнение, что для основной аудитории На которой ориентируется киберспорт Ургант гораздо ближе, чем правительство Я думаю, да Я думаю, да Но здесь, знаешь, такой тонкий очень момент Потому что Шоу любят все Игры любят все Чепахов в играх Ничего в них нет Хорошо, что Мы уже Прожили то время Когда Меня Там, знаешь Плановая По диспансизации Альфари, Сантори, Дженсон, Тактикл И Корр Джей Джей Состав Тим Ликвид Тем временем Показывается на экранах Когда-то было время, Арман Когда Была плановая диспансизация Там Когда учился в школе Мне было там лет Может быть, девять И Однажды Я как-то с мамой попал На прием к врачу К окулисту И он говорит, что В компьютер можно играть Два раза в неделю Пятнадцать минут Потому что Очень бедно для глаз Я подумал Спасибо Большое Уже неплохо Получается Получается Пятнадцать минут Вот С того времени Юрия много Пощады Пожалуйста И синтезаторы стали Почти как пианино Поэтому Как говорил мой Учитель фортепиано Не сякать Синтезаторы Но с тех пор Есть мнение Уже все адаптировалось Армута Лёв Емманайт Карзик Кайзер Тейнер Мак Викинг Команду, кстати Лика тренирует Колд Многоизвестный Бывший Как раз Ранее известный Как трэши Тоже Который в свое время Играл В общем-то За сплайс И играл За команду Которая потом Стала Мэдмайдс Поэтому тоже Чужой человек Посмотрим Как и те И другие Себя проедут Для Я помню трэши Я хорошо Его помню По слуху Веста В частности Прекрасно Был Лесняком Справился С некоторыми Ментальными Проблемами После того Как закончил Профессионную Карьеру На полгода Или сколько Он вообще Выпал Из Мира В социальных Сетей Очень много Боролся С депрессией С паническими Атаками И с прочими Проблемами Которые грызут И душат Но о которых Недостаточно Говорят Но сумел Как раз Преодолеть себя Вернулся В качестве Тренера В Team League И после того Как Джет Ушел С команды По ходу сезона Как раз Команду Вазглавил Стал как раз Основным Уже Помощником Тренера Но сегодня Команде Team League Понадобится Все Что они способны Чтобы онлайн Сопыгрывать В Бой-1 Я думаю Команда Вполне На это способна Потому что Талант Огромная уйма Про Альфари Все знают Про Николая Дженсона Все знают Куржи Джей Здесь ребята Плотные ребята Которые готовы Кнопки нажимать Если они Прям жив Здорово Потому что У Санторина Были Огромные проблемы Со здоровьем По ходу сезона Альфари Там определенное Время не играл Поэтому Куржи В какой-то Куржи Там Так сказать Детский сад Там тянет за собой Ну вот Хочет Куржи Выиграть Второй Чемпионат мира Именно В Северной Америке Так сказать Показать регион Что регион Не самые Мешки С картошкой А именно Прям Серьезная лига С большими амбициями Пока не получается Пока не получается Даже из группы Смотри Арман В тот момент Когда В плей-ин стадии Ребята из Клэуд Найн Улетят 1-4 Проиграв тайбрейк За четвертое место А мы Пускай Даже проиграем Тайбрейк За первое Может Будет С уверенностью Говорить О Не самой Великой Силе НЛЦС Пока НЛЦС Несмотря на то Что Не достигает Романных успехов Понимаешь Момент Такой Потому что НЛЦС Судят по Так сказать Меркам Больших азиатских Лиг Лига Приносит Прибыль Команды В ней прибыль Лига точно Находится Не зря В Ну как бы Списке Мажорных регионов Которым дают 2,5 В основной стадии Да Лига Сама по себе Успешней Чем НЛСС Сама по себе То есть С бизнес С точки зрения С продвижением И прочим Но по результатам Пока я говорю Не прокает То есть Где-то Шеребевка Не очень везет Где-то Команды Плохо выступают Зачастую Не в этом Дело Извини Пожалуйста Я вот Приводил Пример То есть Когда Например ТСМ Были Одним из фаворитов В 16 Году Попали в группу С Самсунг Которые В финале Играли С РНЖ Попали в группу То есть Там Потом Ликвид После Финала МСА Приехали На чемпионат Мир Тоже попали В группу Там Вон И IG Тоже Не сильно Весело Где-то Чуть попроще Но опять же Это все Отговорки Возьми Любой регион Вандер Я продолжу Эту тему Возьми Любой регион Из LPL Слэш ЛСК Вот Любой Выбери Сам для себя Может даже Не отзвучив Но ты Опять Ставишь Не тот Стандарт Там Скорее всего Ну То есть Оверолл Там Минимум Три команды В основной Стадии Да Как сильно Должно Не повести С драфтом Всем Трем Командам Чтобы Прошла Хотя бы Одна Из Четырех Ну То Дело Еще Не только В этом Понимаешь Есть В каждом Регионе Даже В самом Сильм Есть Команды Разные Стилистические То есть Условный IG Очень Плохо Стилистически Для Ликвид То есть Бо Опять Они у них Выиграли Массой Но Один Сложность Но Опять Это Все Дела Минувших Дней Могли Ликвид Выходить Из Групп Могли Не Один Раз Но Не Получилось Один Раз Там Алки Группа У них Была С Кейти Там В свое Ремки И Диджи У них Были В Группе Ну То есть Не Сильный Роскошь Была А Райс Гвен Листин Пока Блокировки Теял На Синий Медлайн Сна Как раз Хочется Скать На Черной Стороне Но Пока Что Только На Красной Помнишь Времена Когда Страна Была Фиолетовая Скучаешь По Да Можно По Старе Карте Скучать Лишь Контраста Не Хватало А Какая Была Синя Синя Ну Старая Карта Я имею Ввиду Который До Реворки На Карты Ландшафт Не Понятно Давай Про Карту Позже Смотри Была Синяя Сторона Синяя А красота Фиолетовая Правильно Да Жен Тянется Тут Зачем То Я Плакал Когда Старую Карту Удалили Иногда Мне кажется Арман Знаешь Что Вот Эти Вот Пиксели Которых Не Хватает В Старой Карте Мне Стараюсь Компенсировать Да Ну Как В Мене Тоже Баланс Поэтому Баланс В Пиксели Просто Сейчас Возвращаются Во Всем Юми Забанили Не будет Нас Юми Сегодня Жаль Что В Эт И Мало Вероятно Что Она Паяется В Следующей Карте Тоже Потому Что Ни Рок Ни Клад Не Отличаются Большим Количеством Игр На Юми Очень Интересно Что Юми Забаним От Лас Я Представил Про Скор Же Который Леон На Леоне Будет Как раз Ходжей Понятное дело Попроще Наводить Суету Будет Он Немного На батлейне Потом Пойдет На топлейн К Альфари Подкемит Альфари Альфари В Европе Когда был Бомбился Лейн Без шансов Самый Сильный Наверное Игрок Верхней Линии Был Вообще В Европе До сих Пор Скорее Всего Это Самый Сильный Топпер Вообще В Западных Начальную Стадию Потому что Скорее всего Придется Стать матчап Не самый Комфортный Для себя Пока что Джарван Для как раз Илёи Серафина Маловерно Что появится Есть Офелий Не исключен Что и Трэш Появится Любимый Юри Чуть Позже Потому что Трэша Вряд ли Будет С Леоной Так как Лексус С Тимликвит Не играет Трэш Адэшник Нет Леону Лес Нет Трэш Адэшник Когда трэш вышел Когда трэш вышел Некоторые пробовали Играть на Трэше ДК И он прям Взмахивал Своей косой И прям Крит в тысячу Прикольно Но пока ЛБ появляется Как раз Дженсен На одном Своих фирменных Пиков Будет играть Плюс Опять же Отнимают Персонажа В том числе У Химоноида Вот видишь Начался Основной этап Кияна Например Вообще Не видно То есть Ни в банах Ни в пиках Вообще Нет То есть Это вот Насколько Мета меняется Даже буквально За пару дней И пока ЛБ Разбирается Ксенжао Вместе с ней Уже много Агрессии у тела Посмотрим Будут ли они играть В том темпе Который подразумевает Их сетап Потому что Химоноид Желает себе Твистед Фейт Не желают Пока трэша Забирать А вот Твистед Фейт Как говорится Карту достал И погнали Твистед Фейт Это Парень Который давит На все линии И Из-за этого Его Нужно контрплей Одним из двух образов Первый Одним из двух вариантов Первый Это давить его на линии Запушивать его Для того чтобы Если он использует Судьбу То есть Ультимейт Пробивать ему Одну-две пластины Резенько И Если еще И Эта инициация на боте То можно Помимо пробития пластин Как бы Из-за приоритета На центральной линии Забрать Герольда В этот момент Давайте в очередной раз Юрий Для болельщиков Для зрителей Матчап Лб Твистед фейтер Стал гораздо более приятным Для твистед фейтер Прямо сейчас Из-за баланса циферок Оверол Все равно Он Ну то есть Он Он странный Он Короче Этот матчап Больше всего Зависит от Лесняка Твистед фейтер Вот Потому что Номинально Если ТФ Не допустит ошибки До третьего Он начинает Перепушивать Лб И просто нечего делать И он не может Отковать Вот Поэтому Если вдруг На старте Можно сказать что Твистед фейтер Конечно нет Конечно нет Потому что Ну как бы в дуэли Она его до сих пор давит И вот В ситуации Когда ТФ Не начинает Раскинуть свои карты До того Как пришли трипы Начиная с левел 3 А Лб Может ему прописать Неплохого леща Вот Поэтому если вдруг На первых двух левелах Или Когда линия встала ровно На ТФ Не приходит Никой кавер На агрессию Там один на один При наличии кулдаунов И хорошей позиции Или даже два на один То ТФ проигрывать Начинает сильно Вот Потому что В боевом потенциале Один на один Слабее Заодно перепушивает И если Ты грамотно ставишь линию То тогда ТФ Совершает свои Глезные дела И прыгает Но там тоже Понимаешь Это не вансайд Это матчап Пойдет так Или иначе Там много граней То есть Даже если ТФ Чувствует себя на линии ока Даже если он ТФ на боту Что-то там снял Ты можешь пробить Мид Там пока Разграет Герольда А на следующий раз Ты ТФ один Отзагангаешь Пробьешь еще пластину И пустишь Герольда И Мид его снесешь И все И ТФ как бы Крип Потому что Пока Релл появляется Релл появляется Против как раз Леоны Пик хороший Против ЛБ Хорошо Против Ксинжао Неплохо Но вот против Изреали Посмотрим Изреаль Тактика мастер Как раз Персонаж И Камилла Для Альфари Альфари Именно первым Здесь персонаж Забирает Ничего не боится То есть На упреждение Играет Что мол Если Гнара Возьмешь Мне ок Если будет Какой-нибудь Танкпланг Мне тоже нормально Бери что хочешь И Армуд Такое Значит принимает Этот самый вызов Берет Джакса Пик Который считается Естественно Контрпиком Это сами Камилла Но матчап Опять же Надо уметь играть И вот как раз Поглядим Сможет и турецкий Топпер Здесь против Британского Вундеркинда Сыграть Потому что у Тиелл Сетап Быстрый У Тиелл Сетап Знаешь Вот у Тиелл Драфт такой В котором Те хочешь ЛБ заменить На Твист Фейт И ты прочувствуешь себя идеально Но Даже так Все три линии Которые могут играть Три линии Которые играют Быстро И три линии Которые должны Играть быстро Если они хотят Ту игру выиграть Потому что Джакс Афелий Это забей Это литгейм Ты играть Вообще АТФ АТФ с Джаксом Который сплитит Джакс Афелий Это уже все То есть все остальное Знаешь вишню на торте Ну Против Джакс Афелий Против этого можно играть Есть много Литгейм чемпионов Которые могли бы быть С левого сайта Вопрос Слушай Нет Есть мнение Нельзя играть С топом слева Потому что С топом слева понятно Нет персонажа Который может Проднёться С плитпушей И нет персонажа Которые его перескейли Почему нет Есть камни Почему нет Фиора перескейлин И Лауэй Может драться Ну да Слева понятно И то Фиора Это прям нужно Сверххорошее не играть То есть это нет А так то же самое АТФ против ЛБ На Камилле У тебя вообще аутов Никаких нет То есть Вот ты В длинную Знаешь Всегда есть аута Когда лесник Восемьдесят раз Придёт к тебе А потом ещё сорок Так это уже не лидгейм Как бы это уже Игра закончилась Скорее Ты нашёл На пятнадцати минуте На становишься Три ноль И Джакс выглядит как крип Увы В обратной ситуации Аутов немного А потом происходит Эвейджин Ну здесь Альфарис Игнает Будет играть То есть понятно Что От себя хотят Ликвить Карт играть Они должны Играть от себя То есть у них Трила и нас Пуш приоритет Которые будут Поддавливать Трила и Которые должны давить Попробовать на армута Выйти в спину Получится ли Малый Он стоит Очень грамотно В нижней части Куста Как раз Чтобы получить Допвижн Опа Куда разворот Это флеш Но там просто Кушка Куржей знает Куржей знает Что не может Начинать с Ена Против Филип Потому что Если он притягивает Второго Просто перебрасывать Леон умрет Не стоит так делать Поэтому Ничего Пока не Вкачивает Ну и посмотрим Как игра Пойдет Само по себе Потому что Очень важно Ликвид Начать Хорошо То есть На лейнах Получить преимущество Где-то Ксин под ганкой Потому что Ты смотришь на топ-лайн То есть Камила без Там Какой-то флаж Флакон В смысле То есть У него Дуранблей Она Именно Готовый лейн Выигрывает Сигнать Дуранблей Поехали То есть Не там Стоять Сустей Против Джакса У Джакса Преимущество Экспириенс При этом Потому что Вард забрали То Джакс Возьмет Левел один С первой пачки И с этим Надо Камиле Быть осторожным Потому что Она об этом знает А я сказал Один Извините Пожалуйста Вот Поэтому Очень осторожным Дальфарь быть Как раз Между с ней Пачкой Но игрок Такого уровня Я думаю Все знает Я думаю Что все Все понимают Сейчас В этом драфте Приятник Очень гуманоид За счет Веришь ли Ты В то Что Ликвид Смогут Игру Разогнать Точка Вопросили Зак Можно даже Точку поставить Настолько Это Настолько В это Редко верится Веришь ли ты Но получается Вдоль Начни дорог Арман Я думаю Что нет Я не особо Верю пока Тогда я думаю Можем заканчивать Я не особо Верю Потому что Увы Одной линии Даже Разогнанной И мне хватит Потому что Смотри Гнобят Джакса ТФ Убивает Бот Гнобят ТФ Джакса Утскелит Гнобят Офелия Там Топсайт Вообще Жесткий Становится Им надо Две линии Выиграть Ну Посмотрю Здесь Опять же Здесь Как Играют Лик Для тех То есть Для тех Кто может Не так Много Занесли То есть Тактика Останется Один Причем Достаточно Ран Коджей Пойдет Ромить Вместе С Антони Кто И Потом Они Будут Как раз Может быть Дожидаю Четвером То есть Проигрывает Скажем Либо Как бы Если Армуд Будет Сильно Помогать Самому Тиммейту Вряд ли Что-то Крутое Получится Видишь Сразу Дженсен Ушел Допушивать Линию Туда Уже Кор Пришел Мы с Кором Пачку Запушили А наверху Второй Килет Взяли И все Успокоились Вот это мне Нравится Кстати Слушай Я Начинаю Захайпливаться Мне это нравится От Тим Ликвид Мне нравится И спокойная Уверенность Себе Когда они Делают Мув Нет Такого Знаешь Извините Друзья За мою Аналогию Такого Быстрее Больше Киллов Нет Спокойно Взяли Килл Дженсен Знает Свою Приоритет Отошел На мид Видел Смещение Саппорта Пачку С ним Запушил На комфортный Рикол Ушел Пробили Лесника Раз У ЛБ И Уксинжао Есть По Киллу 2 Пока Все Очень хорошо Плюс Еще Коржи Здесь Успевает Красс Пинкварт Забрать Прям Не дав Даже 5 секунд Простоять Тактикал Не должен Погибать Прекрасно Знает Где Ровно Ходится Тоже Только Что Вард Поставлен Еще И Тактикал В спин Красс Красс Накиды Пока Все Отлично Тело Как Задумывается В игровом Плане Может Здесь Коржи В теорию Пачку Подфризить Но Не Будет Не Желает Это Дел Ну И Посмотрим Как Пойдет Как По Этой Игре Пойдут Дела Ну Что Пока Что Крас Игнает Катился Наверное Ждем Санторина В ближайшее Время Как Раз В топ Сай Может Быть Даже Вместе С Дженсеном Потому Что Игнает Есть Есть Ультимейт У Камиллы И За это Время Хочется Джакса Еще раз Подгрызть Я думаю Вандер Почему Слово Санторин Вызывает Какой-то Вот такой Другой Эффект В отличие От того Как Это Было Раньше А потом Я вспомнил Здесь Подтягивает Гуманоида Будет Есть Такой Ультиматум Разыграет По нему Вообще А где Дайв Вандер Зачем А где Дайв У Альфари Эр не Нажимается Видимо Поэтому Пауза Зачем Если Пауза Реально Из-за того Что Эр не Нажалось Разве Ну Там Нужно Был Хисек Ультиматум Удар Ты Ждешь Усиленного Пробиваешь Все Проткнул Вообще Арбитр Стоит Редом С Дженсен Может Будь У Николая Что-то Не Работает Я Вспомнил Так вот Я говорил Почему-то Эффект Вызывается Знаешь Такой Не Такой Как Раньше А потом Я вспомнил Что Есть Такой Русский Рэпер У которого Никнейм Санторин Я думаю Чем-то Попахивает Санторин Как-то Раньше Было По-другому Мы не будем Оценочное Мнение Говорить Что Случилось С кабелем Что Там Пытается Клавиатура Отвалилась Знаю Что Случилось Но Там Чуть Не Головой Монитор Танкуется Сейчас Не Он там Клавиатуру Переподключал Насколько Все плохо Эквиппинг До сих пор Райт Как говорится Пакуют В отдельных Так сказать Сейфах Поддень Шкафчик Для команд Чтобы Там Никто Не читерил Вот Поэтому Если Что-то Не работает То Райт Готов Выкатить Другую Клавиатуру Которая Этого же Игрока Такая Же Просто Другая Это Кстати Правда Да Пока Вроде Все нормально Работает Тактика Не выглядит Сверх Печально Потому что Происходит На изряле Хорошо Все началось Не На Миди Решили Не давить Просто Осторожно Сыграли Продавили Кимоноиды Ультимейт Сохранили Крас Альфарис Чтобы Если что Джакса Можно было Подгрызть Приоритеты Держат Можно На дракон Пойти Выйти Главное Героль Сейчас Для Тимлика Для них Самый Главный Объект Прямо Сейчас Представляешь Арман Какой Был бы Тил Если бы Не было Дополнительного Девайса И ты Потерял Свой Девайс И вынужден На другом Продолжать Играть Я Ну Такое Часто Бывает В других Дисциплинах Особенно В такие Моменты Вспоминается Был Мейджор На котором Вокси Турецкий Снайпер Он Левша И мышка Специальная Ну естественно Из-за этого Вот И у него мышка Сломалась Причем там мышка Была Какая-то Знаешь За 100 рублей Пока Из рук Ази Пытается Выйти Санторит Здесь Нажимает Удары В контроль Тотем Чистит И теперь Оставляет Без глаз Причем там Мышка Знаешь Была Какая-то Проводная За 100 рублей Здесь Дженсен Рискует Погибнуть Выходит Здесь Ой Как оба Дужец Как Затриксовал Дженсен Друзья Сразу Пошли Эмоты В общем Мышка Мышка И пришлось Играть На другой И Был Некомфортный Некомфортный И проиграть Понятно Это было Ждано Я помню Когда я проезжал В Санкт-Петербург На 3 Старладер У меня Сломалась Мышка Там Я был Вынужден Ее Покупать В Санкт-Петербурге Я не буду Назвать модель Там Без рекламы Причем Это 2014 Год То есть Это Не Там Не Какие-то Новые Резера Которые Часно Есть Что Я скажу Так сказать Завуалированно Моя Мышь Была Не Очень Популярной И Известной Компанией Она Была Достаточно Качественной И дорогой Но Она Была Не Хайповая Ты Понял И поэтому Тяжело Было Найти Она Былась Только По Одному Месяцу Санкт-Петербурге Куда Мне Прошлось Ехать Через Весь Город Что Вообще Она Там Была У Нас Был Симфони Который Приезжал Сюда Без Девайсов Потому Что Говорил Ребята Мне Нет Смысла Собрать Свои Девайсы Потому Что Те Которые Дают Здесь Всегда Будут Лучше Это Рациональное Решение И Такой Же Рациональный Принимает Тивликт Отправляясь На Герольда Правда В это Время Камилла В опасности Если Камилла Погиб Это Прям Плачевно Есть Здесь Кпор Флеш Вармут Но Здесь Альфарь Выкатывается Выбили Не Погиб Дженсен На Меде Не Погиб Альфарь На Топе Но Главное Что Герольда Здесь Гуманоид Запушивает Пачку И Тоже Подойдет Ну Снегом Тестят Правильно Делают Кстати Армут Не Жаль Какой Европейской Команды Могли Б рискнуть Армут Плашку Получается 160 Для себя Думаю Рад Доволен Вообще Супер Рад Герольда Очень Важного Для себя Лика Получают Правда Опять Не Сказать Что Их Преимущество Большое Все 300 Золотых С Герольдом Можно Еще Получить 320 К примеру Плюс Еще Зря Здесь Как Рас С Союзом Будет Такой Больше ДПС Чуть Меньше Именно Какой Выживаемости Видит Прекрасно Как Раз Тактику Что Особых Танков Справа Нет Которых Прямо Сильно Боялся Джарван Джакс Сам Танковый Персонаж Из них Это Леона Здесь Кстати Альфарь Спин ТП Дают Есть Меньше В этот Раз Альфарь Уже Никуда Не Ты кинул Ты Что Что Альфарь Хотел Хукшот Нажать От Катаклизма А Катаклизм Закончился И В итоге Хукшот Был Нажат В Никуда Здесь Думано Этого Опасности Флэша Нет До сих Пор Должен Здесь Погибать Пушистан Мулион Дает Хорошо Кайзер Подтягивает Пытается Спасти Свою Мидлейнера Но Не Очень Успешно Еще Его Здесь Как раз Подвязывается Цепь Приходится Флэш Нажимать В итоге Один в один По карте Размен Но То как Альфарь Погиб Это Конечно Сильно Трагично Потому Что Еще И Фраг Для Себе Джакс Залутал Но Мы Знаем Что Джакс Повет Камил Это Матчоп В Одну Сторон Если Джакс Получит Тройс Союз Быстрее Скрушить Богов Быстрее Чем Камил Я Я боюсь Что Никакой Игнайт Не Спасет Татукат Вообще Конечно Вандер Пока Тим Ликвид Идут В адекватном Темпе Хотелось бы Наверное Нажим Быстрее Тысячу Ведут Герольф Есть Вопрос Получит ли Первую Башню Забрать Потому Что Сморишь Как На Вышке Пока Что И Нельзя Скаж Что Сильно Сильно Приседают Смывается Как Так Спокойно Играют Они Их устраивает Происходящее Никуда Не торопятся Стоят Скельцы Формят Свои Деньги Знают Что Джакс Скельцы Афелис Скельцы До первых Приметов Они Не очень Сильные Поэтому Как Вышки Не падают И ладно То есть Хата Не горит Все Нормо Пока Пока Три Один Пока Есть Морской Пока Есть Почти Плюс Тысяча Пока Есть Два Убийственных Син Жало И Два Раза Другой Вопрос Что А Ты Не мешаешь Скелиться Пока Что Офелию Что Не очень Приятно Б На топе Куда Ты Инвестировал Свои Стартовые Ресурсы Есть Уже Кил Еще И Пластинка На топе У Жакса Больше Деньги На топ Смотри На топ Выдвигаются Все Тебли Прямо Сейчас Что Будут Делать Кожей Смещается И Дженсен Тоже Смещается Они Будут Зоне Может Драка Сейчас Вазе Не гнуть Ну Просто Вышку Будет Забрать Очень Тяжело Если Они Хотят Герольда Разыграть На Меде Или Топе Видишь Что Там Пластинка По Игру Не Отдать Самим Ненароком Так Сказать Не Силь Прям Дай Просто Филия Все Это Врем Фармит То Снимает Большого Старклюз Санторин Но Это Опять Не Катастрофа Мог Кто Не Попробовать Зенгерич Но Опять Жив Кого Жарван Ты Не Убьешь Вдвоем С Этими Персонажами Рэл Ты Тоже Не Убьешь И Здесь Они Двигаются Топ Сайд Это Четыре Четыре Плюс Тут Надо Аккуратно Быть Тим Ликвид Не Это Просто Героль Как Бо Сто Шестьдесят Для Альфарии Все Нет Да Это Пока Они Спокойно Что Не Так Плохо Для Мэд Лайн Что Отлично Мэд Лайн Потому Что У них Офелия На Фри Фарме У них ТФ Ведет На Меде Ты Прикинь По Золоту Но Он И Должен Вести На Меде У него 25 Плюс Спасив Там Лишних 500 Налутал Я Думаю Что Он Не Заморачивается По Этому Поводу Джакс Впереди По Деньгам Ну Почти Там Камил Сейчас Плашки Получил То есть Он Вровень Там Идет Сокрушитель Купил Сейчас Альфари Но Сокрушитель У Армута Будет С Бэкой И Будет Сейчас Вечный Холл Будет Арбалет И Опа Дуэль Пошла Но В Крипах Тяжеловато Альфари У него Слишком Много Денег На Руках Он Контрудар Еще Ну И Слушай Как бы Вышку Не потерял Сейчас Такими Тэпами Ну Даже Заная Потеряет Некто Строфа Если Они Хотят Прям Сильно Защитить У них Есть ТП Хеманоиды Я Думаю Что Они Не Будут Ее Защищать Хеманоиды Есть Чем Заняться Да И Арбуд Успевает Вроде Как Потому Что Не Знали Ликвид Где Джарван Находится Поэтому Не Может Альфар Прям Дурака Спыль Пуешь То есть Сейчас Видит Джарван Идет Пить Вышку Заберет Леон Ее Вопрос Потому Что Армуд До сих Ряна С ней Нет Но Как Был Тысячи Голды Разница Вот Теперь С вечным Холодом Если Прилетит На Топ Сайт Хеманоиды Скорее Все Камил Погибнет То есть Это Даже Будет Проще Чем В Прошлый Я имею ввиду Вышку Не Персонаж А Понимаешь Камил Они заберут За 3 Стан Ну смотри Проверите На миде Отдавать Не хочется Хотя Подождите Смотри Карди реколится Секунду Карди реколится Чтобы делать Тактикл Если он заберет Вышку на боте За это время То карди Можно уже На мид Идти сразу Да нет Они отдают Бот Сейчас И карди Идет на мид Что будут делать Тогда Медлайн Это На то Да Они двигаются На то Поэтому Из-за Вот Это Движение Илье Подходит Рядом Пока Что Давит Два Ёмкист Так Ультиматум Если Комба Будет Около Попадающая Но Это Какой-то Странная Комба Проты Потом Флаг Так Обычно На русер Ребята Из Сибири Знаешь Вот 120 Пингом Так Играют Да Ну то есть Это Как раз Показывает Наглядно Что Даже Можно Там Флаг Нападать У тебя Достаточно Стана Представь Здесь Санторин С флеша Пытается Догнать Джарвана Но Догонят Они Убивают И Кайзер Тоже Сидят Пока Еще Нет Видишь Успевает Использовать Утимейт Копьем Флеш Выбили Опять Рел Без Флеша Такое Себе Не особо Страшно Керольда Заберут До себя Лик Тысяча Голодой Перевес Опять Ж Мид Вряд Получится Забрать Потому Что Офеля Арбалет Нет Дэмэдж У ЛБ Чтобы Ваншот Началась Как Раз Карзи И Карзи Естественно За счет Сустейна Красной Пушки И Арбалета Будет Легко Стоять Но Опять Ты Смотришь На Это Все То Камил Проседает Сейчас Точно Позади По Деньгам У Ни Таймит Точнее У Ни У Джек Сартаби У Шельбаков То Есть Он Вообще Ее Сейчас Не Замечает Игнать Нигде Най Тому Там Параллельно Абсолютно Поэтому Камил Не Может Один Один Стать Плюс Кум Она Сейчас Еще В Потому Что Они Опять Первым Номером Играют В Этому Моменте Смотри Пока Тем Ликвид Не Отходят Этого Дракона Не Отдают Они Заходят Коржи Здесь Дженсон Дал Дисторшн Прыгнул Дал Каст Вышел Инициация Это Илья Идет Коржи Можно Поиграть Армуд Делает Прыжок Также Контрудар Коржи Большой Опасности Идет Мауе Ультимейт Жесткий Асфайт Санторий Дультит Хорошо В четырех Откидывает Блокирует Урон В этот Момент Забирают Уже Илья Тоже Взяли Один Один Крутежей Будут Давить Или Нет Идет Судьба Не Хочет Лететь Один В Три А Почему Не Побежал На Перерез Карзи В этот Момент Под Ульту Есть Флэш А Мид Мид Потому Что Прийти Гуманоид За спину Ультимейт Нажимал Здесь Они Больше Ценят Ресурс Разменялись Опять Один В один Стоп У гуманоид Гуманоид Не шел Нарикоуз У него была Жоня Ну В смысле Секудобер Стоп Луч Был Это Точно Один Ноль Размен Лишний Поэтому Просто Мид Хотели Задеф Видишь Смотри Я объясню Насколько Это Один В ноль Потому Что Успеют Хотят ли они Коммититься Через вышку Абсолютно Там Не надо Коммититься Смотри Сейчас Объясню Карзи Должен Если бы Они хотели Действовать Так То Карзи Не занимает Позицию Ниже Не флешается Вниз Просто Налево Сразу Вот сейчас Не надо Додайвливать Просто налево И все И туда Роскошно Сыграл Санторин В любом Случа Он выкинул С ультимейта Рэл Который Нажал Уль Из-за этого Как раз Их там Всех не стянуло В одну кучу И смогли Ликвид Тимфайт Выиграть Потому что В узком Проходе Ксин С ультимейтом То есть Там вообще Ноль дэмэджа Ну да Потому что Здесь еще Герой Нажимается Тактикал Даже стоять Не надо Ему Подходить Убить Ну и Перевес Неплохой Пока 2000 Ведут Красный Ликвид Играют Четко Надежно Без Косяков Два Слота Из-за реалии Есть Тринити Форс То есть Урон Много Больше Чем Сокрушителем Богов Вопрос Только В том Достаточно Быстро Они играют Потому что Джакс Уже Постепенно Выходит В клинок Павшего Короля После Чего Он станет Вообще Для Камил То есть Неиграбельным Матчапом В топ Сайде Нужна Огромная Плотность Команде Медлайенс Нужно Действовать Прям Всем Вместе Чтобы На данный момент Они могли Контестить Драки Наоборот Только Они перестают Весит Чего На самом деле Наоборот Потому что Сетап Модлайн Вообще Не Предзначен Для того Чтобы Играть Какой-то Вместе Не Я говорю Невану Пиксели Все Вместе Я имею Ввиду Сетап И Драки Вместе Не Мой Посыл Что Они Драться У них Джакс Тринит Дят Просто Скрип Лучше Еще Ближайш Там Есть Комит Армуд Если Рискуют Поим Хорош Хорошо Кайзер Устит Двоих Армуд Можно Добить Не Добивают Армуд Выходит Выдели Кайзер Нет Он Натаривают Кажется Недалеко Но Тактику Улучшение Урон Внес Судьба Заспорт Пока Не нажимает А почему А Потому что Джакса Нет Он Телепорт Нажимает С Джакса Можно Сыграть Сейчас Так Ну Вообще Выглядит Плюсово Для Мэд Лайонс Пока Больше Стоит Зал Все Кроме Ильей Армуд Летит Вперед Играет Поговорной Но у него Карты Нет Можно Сыграть Выфлешивается Дает Вечный Холод Вообще Сейчас Кто-то Умрет Вандер Это Точно Кто-то Точно Умрет Луды Дозор Хорошая Комбинация От Ильей Слуша Двоих Забирают Уже Сам Ильей Отдает Свою Жизнь Но Карти Расстреливает Сзади Его Никто Не Контестит Санторина Забирает Карти И это Размен 4 в 2 Мэд Лайонс Могли Доиграть Этот момент До этого Один килл Отдали Поэтому Сказать Можно Что Даже 4 в 3 Отличный Был ультимейт Санторина В первой части Этого самого Тимфайт Который Спас От катастрофы Из-за чего Ликвит Смогли 1-0 Разменяться Но После Этого В этот раз Мэд Лайонс Решили Более Агрессивно Сыграть То Что Хотел В прошлый Раз Потому Что Появилась Как раз У Химоноида Скорострельная Пушка Точнее Она Сейчас Появляется Они Запушили То есть Перевелась Икспа Появились Какие-то Слоты Чуть Поплотнее Они Стали Плюс Видели Что Как раз Много Кулдаунов Отдали Ликвид В попытке Забрать Джаран Четвертого И Джакса Из-за того Что Именно Джаран Четвертый Погиб Аня Джакс Была Возможность У Мэд Лайн Закоммититься С полными Ресурсами Потому Что Химоноида Блоклов И Джакс Мог С Телепорта Вернуться И в итоге Было Близко Но Именно Как раз Мэд Лайн Выигрывают Тимфайт 4 в 3 В общем И целом Забирают Себе Как раз Переимущество По золоту И вот Это уже Выглядит Как практически Конечная Команда Тимлика Потому Что Выхода В раннюю Душу У них Нет Один Один По драконам При этом Уже 23 Минута Джакс Слишком Сильный Если Из-за Сейчас Единственная Надежда Потому Что 2 Спринс Если Получит Тактику Как Заполкать А не Ловить Золотую Карту Лицо Еще Заморажив О Потому Что Знают Что Нападать На них Неч Нет Флэша Санторин Нет Лб Рядом Нет Флэша Леона Вообще Сильный Надо Отдавать Драконам Просто И вообще Ну Как И все Нет Драконы Они Отдадут Как Не будут Силь По Этому Поводу Париться По Моему Они Отдают Дракона Хабиться Драку Они Подходят Инициируют По ним Санторин Можно Лютать Разворот Санторин Пока Продолжает Относить Урон Погибет Леон Дал Погибает Лешант Дал Пофилию Который Не Нажал Скачок Тем Временем Что За Гений Команда Тем Ликвит Инициируют Драку Которой Не Должно Быть Вообще Бэтлайн Сами Находят Ошибку 18 Без Санторина Опасно Делать Барона На Шора Но Ну Лео Тоже Нет Дальше Благодарить Храбрый Вандер Есть У Хеманоида Книга Может быть Там Смайт Какой То Я не знаю Получится У них Забрать Барон Венецию Писем Да Потому Что Медлайн Совершенно Не Собираются Все Делать Зачем Медлайн Вандер Вообще Подходили К этому Горному Когда У Небыл Пробит Гуманоид Не Медлайн Надо Просто Пачку Запушить После Этого Остались Вопрос Здесь Зачем Стоять Зоне То Да Знают Что Хеманоид С Ультимейт Может Пролететь Но Слишком Рано Выходит Думают Видимо Что Темелик Уже Где-то Рядом С Драконом И При Этом Слишком Ну То Здесь Да Хеманоид Пролетел Но Как Бо Еще Флеш Офелия Офелия Его Не Нажимает Он Вместо Нажимает Ультимейт Подамажит Такой Себе Потому Что Вот И Как Раз Теряют Теперь Да Теряют Поворот То Нашли Такой Халяву Ты Вот Халява Вроде В основном Тайпе Нет Но Иногда Бывает Иногда Прок И Здесь Как Болик Сейчас 2000 Ведут Получится Дракон Дракон Понятное Дело Не Очень Важно Потому Что Он Все Так Второй И Мало Вероятно Не Ну Я имею ввиду Что Мало Горя Что Знаешь Модлайнс Прям Отдавайте Самую Душ Вот И Прям Никуда Не Торопиться Ну И Плюс Опять Ж Это Горная Душа Наверное Самая Слабая Все Сейчас Можно Попытаться Подлутать Т2 На боте Если Получится Да Тут Т2 На боте Можно Забрать Вот Эти Вот Две Вышки И Даже Если Ничего Больше Не Залутают Уже Будет Все Преимуще Знаешь Там 1004 Это Будет Комфорт Не Уже Достаточно То есть Есть Чем Играть Вликой То есть Да Игра Выглядит Не Идеально Потому Что Джакс Сильный Как Камилу Перискелли То Игра Не Засыкались Сот На Джакс И Камиль То есть Ты сможешь Не зря Зря Трис Слата Скор Четыре Когда Будет Злоб Серильда Он Будет Все Те Уще Замедлять Ты сможешь Там Джарван Бесполезный Джакс Который Будет Покадон Замедляет Рел Такая Ж То есть Тактика Может В этой Игре Прям Плотно Там Тысяч Забрали Забрали Две Вышки На Вряд Ли Ближайше Время Слот Кубер Выходят Такой Они Не Не Выходят Ну Знаю Ходит Барон Есть 50 Секунд Обороны То есть Как бы Они Сейчас Сильнее Они Знают Об этом Пробивая Это Суши Я Даже Не знаю Продолжают Не Нанил Как Торис Они Использят Как Раз Хорошо Смотри Врываются В карте Но На Этот Раз Он Скачок Наживает Он Нажимает Его Уже Падает Альфари У него Не Бало Флешап Потому Что Он Взял Вместо Него И Размен Один Ультимейт Ультимейт Вышел А Он Стоп Ультимейт Есть Он Стоп Вот Чем Дело Почему Контроль Тотем Слева Не Дал ТП Гуманоид Кого Подлутает Час Скоро Возможно Подлутает У Это Уже Агрессивно Слишком Здесь Проигрывает Армуд Погибает 12-9 Разорот Почему Налево ТП Не Нажал Гуманоид Вандер Зачем Этот Учетверых Был А как бы Игра Не Закончилась Потому Что Женсон Играет Теперь По Еще Одному Керри Карди Практически Погиб Прицельный Зам Играет По Нему Остается Только Один Кайзер Живых Я думаю Финиш Это Финиш Это ТП Альфари Мэд Лайонс Сами Виноваты Потому Что Они Выкинули Игру Причем Не Один Раз Поздравляем Тим Ликвид Без Единой Доли Сожаления В сердце Арман Хочу Заметить Что Все Было В руках У Мэд Лайонс Они Сравняли Счет Они К 22 Минуте Шли Вровень Или 21 Ну Где-то Так Да Слишком Переагрессивно Зачем Зачем Это Вороха Которыми Есть Команды Тим Ликвид Но Так Не положено Делать Тем более Уфир Мэд Лайонс Сами Проиграли Эту игру То есть У них Все Было На руках Они Перевернули Игру К раз Вот Этой Драк В топ Сайте Когда 4 кила Для себя Залутали Вышли Вперед По золоту То есть Перескейлили Достаточно Плот Нужно Было Просто Отдать Дракон Успокоиться Пофармить Еще Немного И через 5 минут Игру Уже По сути Закрыть Но Вместо Этого Мы Лайз Решили За Контест Объект Что Для них Несвойственно 4 в 5 Потеряли Кучу Шатдаунов Потеряли Как раз Барон На Шор И После Этого Даже Казалось Отдай Просто Вот эти Д2 Отдай Т3 То есть 5000 Будешь Проиграть Ничего Катастрофического Даже Опять Можно Было И Драк Перевернуть Нажмите Маной ТП Я Ждал Честно Говорю Что Нажмет ТП Сразу Нажмет Ультимейт В спину И после Этого Как Меса Именно Сыграет И после Этого Попробуйте Не запайсит Опять Мы Это Не Видим Сейчас Мы Дойдем До Этого Пока Повтор Будет Ликвид Хорошо Разыграли Рэльгейм То есть Команда Видно Что Приехала Играть Не Чилить В группе Не Выслушивать То Что Американский Регион Никакой Здесь Тоже Хорошо Сыграли Отличный Ульт Спасет Команду От Ультимейт Рэл Который Мог Вообще Здесь Всех Похоронить Спас Как Раз Этим Сам Команда Тим Ликвид Опять Они Для себя В плюс Разменялись Без Каких Потерь Вот Здесь Маглайн Игру В коей-то Мере Выиграли Ну И Дальше Сейчас Посмотрим Ты Знаешь Ванна Просто Я Не Хочу Быть Негативным Здесь Тоже Такой Вопрос Еще Я Просто Хочу Сказать Что Если Есть Группа Из Которой Можно Выйти То Это Скорее Группа Д Не Исключено Что Так Есть Потому Что Если Тут Даже Если Широкой Точке Зрения Зайти Насколько Независимый Как Джакс То Это Никери Который Хочет Подключаться К Команде Это Никери Который Здесь Я Не Знаю Зачем Они Это Нам Показывает Уже Конец И То Тактикал Хорошо Сыграл Его Надо Жать В Контрольный Тотем И Все Тактикал Роскошно Здесь Тограла Опять Мы Говорили О том Что Из Керри Который Не Хочет Подключаться Вопрос Потому Что Все Так Самые Сильные Его Пики Это Пики Вроде Гнара Пики Вроде Вуконга Которые Лейн Отстояли После Этого Пришли Они Идут Драться Он Заводил Вместе С Кайзером Вместе В этой Игре Выглядело Так Что Илёй Был Очень Потерян На Этого Не Получается 1 3 1 Бегать Вот Именно С Таким Писажем Как Джакс Но Опять 1 0 Пока Что Северная Америка Ведет В этом Пронеживочном Дерби Но Шанс У Европы Отыграться Есть Уже Сразу Потому Что Команда Рок И Команда Холодная Сыграют Уже В последнем Заключительном Матче Первого Дня